Добрый вечер! Сегодня мы приближаемся к завершению недельного раздела КЭЦ, хотя на дворе уже следующая недельная глава, мы не идем по порядку недельных глав, а медленно, медленно, постепенно, слово за словом, предложение за предложением, изучаем по порядку. Так, тема осталась та же. Юсеф и его братья. Драматическая встреча Юсефа с его братьями, которые пришли в Египет покупать хлеб. Они не узнают Юсефа, он их узнает. И, как говорит Тора, «и увидел Юсеф своих братьев и узнал их, и претворился перед ними чужим, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли». Мы сейчас не будем повторять те мотивы, которые привели Юсефа к такому поведению, об этом говорилось много, приводились мнения различных комментаторов. Сейчас посмотрим уже, как развиваются события. «И они сказали из земли Кенанской, чтобы купить пищу, и узнал Юсеф своих братьев, но они не узнали его, и вспомнил Юсеф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли». «Они сказали, ну нет, господин, мы рабы твои пришли купить пищу, мы все сыновья одного человека, мы честные, не бывали рабы твои шпионами?» И не так-то просто понять, в чем смысл их ответа, каким образом они этим ответом хотят снять в себя подозрения в шпионаже. «Мы сыновья одного человека, мы честные». Каждый человек называет себя честными, шпионы тоже называют себя честными, и воры себя называют честными. «Не бывали рабы твоими шпионами?» Ну, хорошо, не бывали, до сих пор не бывали, сегодня стали. Дело приходящее. А Барбанель говорит здесь так. Ну, вообще понятно, что психология человека, который оказался таким образом, как братья Юсефа на подобного в допросе, ясно, что если он будет молчать, чем больше он молчит, тем больше он навлекает на себя подозрения. Все, что им нужно здесь, скорее всего, так большинство людей мыслит и ощущает, наверное, каждый бы из нас, оказавшийся в такой ситуации, почувствовал бы необходимость выдать чем больше информации, которая подтвердила бы, что на самом деле он человек честный, и все, что он говорит, это правда, и привести хоть какие-то аргументы, почему никак не может быть, что он занимается разведкой. Вот то, что они сейчас и говорят. «Мы все сыновья одного человека». Где это видно, чтобы человек, если он действительно каким-то образом, кто-то из его сыновей занят шпионской деятельностью, чтобы он посылал всех своих сыновей в такое опасное дело, как шпионаж. Это же опасно. Ну, послал бы одного, двух, трех, но здесь он посылает их 10 человек вместе, 10 братьев. Это же нелогично. Стало быть, если это нелогично, поймите сам, что может быть, и вообще мы никогда не были шпионами. Более того, ведь шпион, как известно, человек в сером плаще, он должен быть незаметным. Человек, который занимается разведкой, у него должна быть незаметная, невзрачная личность. А мы совсем другие люди, люди действительно уважаемые, такие, на которых сразу обращают внимание. Так поэтому мы никогда и не были шпионами, да и не способны на это. Но он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу этой земли. Не очень ясно, что, снова не очень ясно, что он выражает на это. И они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Кинанской. Вот меньше теперь с нашим отцом одного не стало. И сказал им, Иосеф, ну вот об этом я и говорю, вы шпионы. Очевидно, первое возражение его, нет, вы шпионы. Но наоборот, вы говорите, что это нелогично, чтобы человек отправлял всех своих сыновей в опасное шпионское мероприятие. Ну, это верно. Ну, а как вы объясните? А зачем вы сюда пришли? Вы говорите, что вы пришли покупать хлеб? Так опять непонятно. Пока вас было просто, я пока не знал, что вы все сыновья одного человека, что вы все одна семья. Но я думаю, ну, разные люди пришли вместе. Ну, если вы все одна семья, то где это видно, где это слыхано? Чтобы семья посылала за хлебом 10 сыновей. Ну, можно же было послать 2-3. С каких-то пор все за хлебом ходят. Не было тогда в Египте карточной системы, когда каждый должен был прийти в очередь со своей карточкой, отстоять свою очередь и получить свою пайку хлеба. Нет. Иосеф продавал хлеб свободный. Пожалуйста. Могло вполне прийти 2-3 человека со слугами, могло взять большой караван и везти их. Каким образом? То есть, ваша версия, которую вы даете, она совершенно нелогична. У вас плохая версия. Может, поищите другую какую-нибудь версию? Что они отвечают? А нас 12. Больше и больше. А нас-то вообще-то нет. 10. Это мы не все 10. Нет, нет, нет. Нас на самом деле 12. А вот один остался с папой, а 12-й Иосеф. Сказать, что мы его бросили в яму или продали его, естественно, он такого не скажет. А его нет. На что Иосеф отвечает, вот, об этом я и говорю. Конечно же. Вот вы и попали, значит, его нет. А где он? Картина простая. Папа. Там резидент разведки сидит где-то там в Кнане. Так? Вас послали сюда. Кстати, по данным Иосеф показывает им данные паспортно-пропускных пунктов, по которым получается, что каждый из братьев вошел в другие ворота. Вы теперь пособираетесь вместе. А тот, которого нет, нет, понятно, связной. Вот все и становится на свои места. Вы здесь занимаетесь шпионажем. Вы осматриваете весь-весь город. Каждый из вас по данной контрразведке проходил вообще весь-весь город, прочесал его. Ну, а тот, которого нет, понятно, это связной. Вы его послали с каким-то занесением к папе. Теперь все ясно. Что вас на это возразить? Что они могли же возразить? Они могли же сказать правду, что они продали своего брата в рабстве в Египет. Теперь они его ищут. Именно поэтому они пришли все в десятерон. Именно поэтому они разделились так, чтобы каждый вошел в другие ворота, и каждый прочесал свой сектор города. Они этого рассказать не могут. И, в общем-то, положение их становится щекотливым. Этим вы будете проверены. Ну, что есть сейчас? Версия, их версия, их легенда, как называется это на языке шпионском, она неубедительная. Это верно. Они должны что-то представить другое. Ну, есть возможность подтвердить свою легенду? Пожалуйста. Я готов идти вам навстречу. Этим вы будете проверены. Клянусь жизнью фараона. Каждый раз, когда он врал, то он клялся не своей, конечно, жизнью, не своей головой, а жизнью фараона. Клянусь жизнью фараона, что вы не выйдете отсюда, пока не придет ваш меньший брат. Вот мы сейчас и проверим. Если действительно есть у вас брат такой, и он не связной, а на самом деле, как вы говорите, сидит там, ухаживает за вашим папой, пусть придет сюда, мы его расспросим, тогда сможем быть. Вот пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата, а вы будете задержаны. Вы посидите здесь, в камере предварительного заключения, и проверены будут ваши слова, правда ли у вас. А если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы шпион, и взял их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, и вот что сделаете, останьтесь живы. Бога я боюсь. Если вы честные люди, то пусть один из ваших братьев останется в заключении в доме, где вас держат под стражей. Делаем наоборот. Я сначала раньше сказал, все вы будете сидеть одного пошлем, чтобы он привез вашего младшего брата. Вы же люди, не звери же. Семейству вашему не жалко. Должно что-то есть. Делаем наоборот. Вы все поезжайте, везите хлеб. Одного оставим здесь заложником. Согласны? А вы ступаете и привезите хлеб, чтобы утолить голод своих домочадцев. А вашего младшего брата привезите ко мне. Так будут проверены ваши слова, и не умрете. Так они и сделали. То есть, это предложение на проверку братья принимают. И говорили они друг другу. Точно мы виноваты из-за нашего брата, потому что мы видели его страдания, когда он умолял нас, но мы не хотели его слушать. Вот почему и настигла нас эта беда. И ответил им Рувен, говоря, ведь я говорил вам, не грешите против ребенка, но вы не послушались. Вот теперь так же и за кровь его взыскивается. И не знали они, что Юсеф понимает их, поскольку между ними был переводчик. И он отвернулся от них и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и отделял от них Шимона, и связал его у них на глазах. Вот это первый всплеск происходящих здесь событий. Братья начинают задавать себе вопросы. Им же совершенно понятно, что это вздорное обвинение. Но почему с ними так случается? Чем они заслушались? За что? Из-за чего? Они говорят между собой, не стесняясь. Они уверены, что их никто не понимает. А кто их поймет здесь, в Египте, здесь же никто еврейского языка не знает. Они не знали, что их понимают, потому что между ними был переводчик, то есть до сих пор Юсеф общался с ними, он играл свой спектакль до конца, и поэтому он общается с ними через переводчика. Кстати, переводчик здесь записан с определенным артиклем, имеется в виду русский. Известный переводчик, говорит Раши, это был Минаше, старший сын Юсефа. Он-то и переводил с еврейского на египетский, а Юсеф говорил с ними по-египетски. «Братья говорят, точно мы виноваты из-за нашего брата, потому что мы видели его страдания, когда он умолял нас, но мы не хотели его слушать». Здесь начинается сожаление, даже раскаяние. Ну, если точно присмотреться, то раскаяние в чем? В жестокости. Братья не раскаиваются в том, что продали его. Они по-прежнему считают, что все, что они сделали, оно было необходимо, правильно, жестоким, да. Но есть ситуация, в которой человек должен быть, может быть, принимать очень тяжелые решения. В чем они, да, раскаиваются? В своей жестокости. По отношению к брату, когда он умолял их вытащить его из ямы, это была жестокость. За это сейчас нам пришла расплата. Только за это. Другого за собой они еще не признают. И ответил им Роувейн, говоря, ведь я же говорил, не грешите против ребенка. О чем он с ними спорит? Что он просто хочет подлить масло в огонь, они уже сожалеют, они уже раскаиваются. А, я вам говорил. Нет. Здесь есть спор. Они раскаиваются только в жестокости. Но в самой продаже они по-прежнему считают, что СССР был действительно опасным интеганом, которого необходимо было сплавить любым способом. Роувейн говорит, ничего подобного. Не только в этом. В самой продаже была ошибка. Я вам говорил, не грешите против ребенка. Все, что он делал, все то, в чем вы его обвиняли, в том, что вы видели в нем какой-то ища диада, то, что он на вас собирал на вас компромат и клеветал на вас и старался очернить вас перед отцом. Это все было ребячеством. Это все потому, что он ребенок. А вы приняли это за нечто более серьезное. В этом была ошибка. Но вы не послушались. вот теперь так же за кровь его взыскивается. То, что у нас сейчас ждет это наказание, это наказание так же за кровь Юсепа. Понятно, что слово так же, слово, которое что-либо привносит, когда в предложении оно есть, если говорится, скажем, что мы, что я увидел, зайдя в дом, я увидел там так же и какого-то человека. Я увидел помимо этого человека кого-то еще так же. Если сказано здесь, вот теперь так же за кровь его взыскивается, значит, за кого-то еще здесь есть взыскание. Говорит Раши. Так же за кровь его, здесь присоединяет это слово нечто добавочное, за его кровь, а так же за кровь штриха отца. Здесь то, что мы виноваты, мы виноваты не только перед Мусеем. Мы виноваты, говорит Руэль, не только перед нашим братом, мы виноваты и перед отцом, ведь он же тоже. Или ему из-за того, что он потерял своего любимого сына, за это нас тоже взыщется. В этом тоже мы виноваты и за это нам тоже придется отвечать. Братья молчат. Они ничего ему не отвечают. Они еще не соглашаются с ним, но и ответить и возразить им тоже нечего. Любопытно развитие понимания братьев. Мы видим, что они начинают процесс раскаяния, но этот процесс он начинается только, когда их выпускают из тюрьмы после того, как они провели там трое суток. Трое суток в камере предварительного заключения. они не выражают раскаяния в тот момент, когда их берут под стражу. Они не выражают раскаяния в тот момент, когда их обвиняют. шаг универа. Хотя, казалось бы, казалось бы, поводов для раздумий и раскаяния уже достаточно, когда человека вдруг не с того не сего на ровном месте обвиняют в шпионаже и заключают его, берут его под стражу и понятно, что ничего хорошего человеку обвиненному в шпионаже ничего его хорошего не ждет. Очень трудно будет ему выбраться. Почему тогда они не говорят? Разве этого недостаточно? Разве три дня проведенные на нарах и еще в страхе таком, когда человек находится в тюрьме с обвинением в шпионаже, разве этого было недостаточно для того, чтобы раскаяться? Очевидно, нет. Почему? Раби Ицхак Арана, автор Акидад Ицхак, он говорит следующую вещь, что решающие воздействия на них оказали не страх, не ужас заключения, не сидение на нарах, не страх за будущее, не мысль о том, что, может быть, они вообще никогда отсюда не выйдут или, может быть, выйдут только через долгое время. То есть, от них только страдания человеку иногда мало для того, чтобы признаться в своём грехе и начать раскаяться. Раскаяние столько тогда, когда я признаюсь самому себе, что я действительно согрешил. Пока я не признаюсь в этом, и раскаяния не может быть. Самая первая стадия это признаться, что действительно согрешил. Ну, и когда приходит страдание, казалось бы, страдание, это достаточный повод для человека для того, чтобы начать рассматривать, начать анализировать свои поступки, искать, почему это пришло, за что это пришло. Разве не так должны вред себя вести? Да, конечно, так. И всё-таки этого оказывается мало. Когда человек на самом деле просыпается, когда ему события жизни показывают, как в зеркале, то, что называют наши мудрецы, мидда, кинагид, мидда, мерой за мерой, то есть когда сами события жизни, не просто само страдание, а когда та форма, в которую приходит это страдание, тот укол, тот звоночек, который происходит свыше, когда он приходит в той форме, которая напоминает человеку свой поступок, напоминает человеку детали его греха, вот тогда от этого совпадения, вот от этого человек сильнее всего и пробуждается. То же самое произошло и здесь. А именно, как и раньше, сейчас происходит что? Они все, десять братьев, вышли из дома, попрощались с отцом, вышли из дома. Они вернутся, но одного не будет. Один останется здесь сейчас. Точно так же было тогда, когда все они отправились в Шхем, вслед за ними пришёл Гусеф, когда они вернулись домой, одного не досчитались. Вот ситуация одна, вот ситуация другая. С точки зрения отца очень похоже. Дети выходят, возвращаются, одного нет. Вот от этого у них мурашки по коже пошли. Этого им напомнили. И ему придётся опять объяснять отсюда точно так же, как тогда им нужно было искать какие-то объяснения, а что произошло, придумывать, объяснять, почему они пришли без Гусефа, теперь им тоже придётся объяснять, каким обзором вдруг ни с того, ни с чего, на ровном месте, что уже они такое сделали, хлеб пошли покупать. Почему они вдруг возвращаются, когда Шимона нет? Вот от этого-то на фоне всех тех страхов, которые были до сих пор, вот от этого и начинает пробуждаться мысль раскаяния. Действительно. И братья находят в себе мужество признаться. Вот потому-то и настигло нас это несчастье. То есть выходит так, что именно для этого и Всевышний посылает человеку страдания не просто, а именно в форме, мерой и замерой, когда само страдание напоминает человеку детали его собственного греха, для того, чтобы человек от этого сопоставления и пробудился. То есть пока человека, трудно человеку, пока его носом не ткнут в то, что он сам делал, не ткнут его в то, что он наделал, очень трудно в этом признаться. Когда событие напоминает человек, пробуждается. Смотрим дальше. «И не знали они, что Иосеф понимает их, поскольку между ними был переводчик, и он отвернулся от них и заплакал, вернулся, чтобы они не видели, как он плачет, и возвратился к ним и говорил с ними, и отделил от них Шимона, и связал его у них на глазах». Ну, если нужно арестовать одного из братьев, то вопрос кого из них? Шимон. Почему именно Шимона? Потому что самый старший? Нет, не самый старший. Почему Иосеф выполнил Шимона? Ведь не может забыть, что это случайно. Конечно, не случайно. Раши. Почему Шимона? Это он бросил его в яму. То есть после того, как братья все поддержали это решение бросить его в яму, тот, кто выполнил его, тот, кто сделал это, был Шимон. И ещё именно он сказал своему брату Лейви, вот сновидец пришёл. То есть самый первый толчок к принятию какого-то решения по делу Иосефа был со стороны Шимона. Дальше Раши даёт другое объяснение, почему именно Шимона. Иосеф намеренно хотел разлучить его с Лейви, чтобы они не были вместе. Поскольку Шимон и Лейви, у них уже в их биографии было известно, что с ними шутить не стоит. В тот момент, когда произошла печальная история в Шкеме, то окончание её было кровавое, как известно, когда Шимон и Лейви взялись за свои мечи и перерезали всех жителей города из-за того, что износил их сестру. Поэтому Иосеф не хотел сейчас здесь кровавых сцен, ему это меньше всего входило в его планы, поэтому прежде всего постарался вот этих двух самых агрессивных и жёстких из его братьев прежде всего разлучить, чтобы они не были вместе. Что в дальнейшем делает и их отец Яков, когда он даёт брахот в конце книги перешить, даёт благословение своим братьям. Потом он Шимоне и Лейви старается их не только отлучить, но и сделать так, чтобы они вообще вместе не сходили, чтобы левиты жили отдельно, потомки Леви и потомки Шимона тоже не получили своего надела в земле. Всё это продолжение той же самой мысли. В конце этого стиха сказано «и связал его у них на глазах». Для чего подчёркивается «связал его у них на глазах»? Связал его, если Иосиф связал его для того, чтобы отвезти его в дальнейшем под стражу, понятно, что это всё происходит на глазах у остальных братьев. Ража говорит, это подчёркивает, что заключил его в темницу лишь у них на глазах, т.е. всё это он сделал для вида. Как только братья ушли, он тут же выпустил Шимона из под ареста и накормил, напоил его, т.е. всё это было сделано только на публику, не больше того, а в тюрьме Шимон в дальнейшем не сидел. «И приказал Иосиф наполнить их мешки хлебом, и приказал положить каждому его деньги в его мешок, и дать им провизии на дорогу, и сделали им так. И они погрузили свой хлеб на своих ослов и пошли оттуда». А это зачем? Интрига продолжается, она плетётся, замысел Иосифа развивается. А вот для чего он это сделал? Зачем он положил в их мешки деньги, просто так, чтобы сделать им приятное? Мы видим, что ничего приятного из этого не вышло, потому что дальше Торак говорит, и открыл один свой мешок, чтобы задать корм своему ослу на постоялом дворе. То есть, когда они остановились, он постоял на дворе, и один из них открывает… Кстати, кто этот один из них говорит Раши? А это Леви. Почему он называется? Откуда я знаю, что он Леви? Он один. То есть, двое из этой пары Шимона Леви он остался один, без своего брата Шимона. Значит, именно в его мешок были положены деньги. Ну и что? Они восприняли это как приятный сюрприз? Конечно, нет. «И увидел свои деньги, и вот они в мешке сверху». «И сказал он своим братьям, мои деньги вернули. Вот они сверху в мешке. И обмерло их сердце, и они с трепетом сказали друг другу, что это Бог сделал с нами». Только страх причинил им находки этих денег. Зачем же Юсеф это сделал? Понятно, для того, чтобы их ублажить. Наоборот, это часть его замысла, часть интриги, которую он пител. Какой в ней смысл? В чем здесь смысл? Что ему важно, Юсеф? Ему очень важно, чтобы они снова пришли и привели Беньямина. Или в дальнейшем, может быть, привели еще и отца. Ну, так вроде бы это обеспечено. Прежде всего потому, что они захотят еще хлеб купить. Конечно, захотят. Голод-то продолжается и будет продолжаться. Значит, им придется приходить сюда еще за хлебом. Ну, а если захотят хлеб, им уже было сказано, что они ничего нет. Очевидно, что они ни крошки хлеба не получат, пока они не приведут. Беньямина. С этим все ясно. Более того, заложник Шимона. Шимон-то остался за заложником. Они же понимают, что он в тюрьме. Они не знают, что если бы его отпустили. В любом случае, они захотят прийти сюда, чтобы его освободить каким-то образом. Так в чем проблема? Зачем им нужно было? Нужно класть деньги в мешок Леви. Один из ответов, которые дают комментаторы. Это ответ, который дает Брискеров. Идея была в том, именно для того, чтобы быть уверенным на все сто, что они вернутся, и Иосиф это сделал. Почему? Потому что, насколько он их знал, прежде всего, как людей порядочных, совершенно неважно, какие между ними были отношения. Они его хотели убить, они его продали. Иосиф понимал, что у них были на то причины, но они, прежде всего, люди порядочные и щепутивные. И он был уверен, что если им сунули не их деньги, которые они понимали, что им не предлагаются, они в любом случае вернутся для того, чтобы их отдать. Тогда, спрашивайте в задаче, ну если так, я-то понимал до того, как я прочитал этот комментарий Равина из Бриска, что Шимона он арестовал как заложника именно для того, чтобы быть уверенным, что они придут обязательно, чтобы освободить Шимона. Но если Брискиров говорит, что идея-то была другая, что их возвращение он обеспечил тем, что он положил им деньги. Зачем он тогда положил? Зачем он тогда арестовал Шимона? Идея была здесь другая. Иосиф боялся, что они, может быть, не захотят привезти Бениамина, они приведут какого-нибудь, приведут своего раба, скажут, а вот этот Бениамин, он же его уже много лет не видел. Узнает он Бениамина или не узнает? Не факт. Может быть, он его и не узнает, как ему быть уверенным. Для этого он оставил себе Шимона. Он сделает точную ставку. Шимон же не знает все то, о чем он с ними говорил. И когда они приведут этого якобы Бениамина, он спросит Шимона, посмотри в замочную скважину. Скажи, кто это там стоит? Это твой брат или нет? В общем, он, естественно, скажет правду. Либо брат, либо нет. Ему же ничего из всей этой интриги, ему ничего не известно. Этим он будет уверен, что они привели действительно брата Бениамина, а не кого-нибудь, кого они будут выдавать за Бениамина. Для этого он его оставил при себе, чтобы он ему был необходимым свидетелем для очной ставки. А обеспечить то, что они вернутся, это он, Иосиф, делал, положив деньги в мешок ливий. Ну и реакция братьев на найденные деньги и обмерло их сердце. И они с трепетом сказали друг другу. Что это Бог сделал с нами? Трепет, понятно. Страх? Конечно, страшно. А что это за фраза, что это Бог сделал с нами? Подвергай нас такому навету. Ибо деньги возвращены, чтобы возвести на нас ложное обвинение. То есть, они понимают, что деньги, конечно, получились неспроста. Это не то, что кто-то их забыл в мешке, они туда не закатились. Просто так случайно не бывает. Очевидно, что так. Стало быть, деньги подложены им, подброшены. А если деньги им подложены, это значит, им шьют дело. Бывал уже достаточно случаев, когда люди подкидывали какие-то вещи, которые компрометировали. Одним подкидывали наркотики, другим подкидывали еще что-нибудь, фальшивые доллары. Ну, вот так вот можно им пришить дело. Очевидно. Но они задают этот вопрос в какой форме? Что это Бог делает с нами? То есть, мы понимаем, что эти деньги, которые попали к нам, попали не случайно. И все это идет к тому, чтобы нас оклеветать и решить нам дело. Что это Бог делает с нами? Как понять эту фразу? Они недовольны тем, как Бог себя ведет с ними? Что это? Ропот? Это возмущение? Что это Бог делает с нами? Есть один очень интересный комментатор. Время от времени я к нему обращаюсь. Октава Акаббала. Он очень своеобразный. Своеобразный образ мышления и своеобразный подход. Он зачастую не приемлет классически известные комментарии, прокладывает свой путь. И всегда, в конечном итоге, его комментарий упирается в возможность и способность совершенно иначе прочитать фразы с точки зрения значения слов, с точки зрения грамматики. То же самое и здесь. Пишет он так. Что же получается, что сыновья Якова выражают возмущение, ропот или негодование тем, что делает все лишнее? Значит, невероятно. То есть, если понять эту фразу буквально, что Бог делает с нами, а вы что, недовольны? Не может такого быть. Как они быстро могли забыть, что они сами сказали, действительно, мы виноваты. Ведь всего лишь, может быть, несколько часов тому назад, стоя перед ИСФом, они, когда их выпустили из тюрьмы, они друг другу сказали, действительно, мы виноваты. Мы виноваты в том, что мы, как сказано так, точно мы виноваты из-за нашего брата. Потому что мы видели его страдания. Когда он умолял нас, но мы не хотели его слушать. Вот за это и постигла наша беда. Ну, вот вам ответ. А что вы сейчас спрашиваете, что это Бог делает с нами? Как что? Да ответ вы же сами сказали час тому назад или два часа тому назад. Бог рассчитывается с вами, напоминает вам грех, который вы сделали, чтобы подтолкнуть вас к раскаянию. Носом тыкает вас в то, что наделали. Ну, вот, пожалуйста. В чем здесь? Что же здесь за рот? Что это здесь за вопрос такой риторический? Что это Бог делает с нами? Как что? Наказывает или, по крайней мере, не наказывает, неправильно сказать. Побуждает краска и вот что он делает. Поэтому мне представляется, что перед нами не одно предложение, а два. В то же, как известно, знаков-то пропинания нету. Поэтому вот эти вот слова, которые мы зачитываем как одно предложение, что это Бог делает с нами, говорит октава Акаббала, можно читать совершенно по-другому. Первое восклицание. Что это? То есть, что произошло? Когда Леви открыл свой мешок и увидел там деньги, и позвал их всех и показал. Они подошли. И самое первое, что совершенно спонтанно вырывается в дивизу. Что это такое? Что это? Деньги? Как это так? Что это? Это выражает их в изумление по поводу найденных денег. Не только изумление, но и тревогу. Что сделано это? Откуда тревога? Ощущение того, что это сделано с целью оклюветать их. Но сразу же после этого. То есть, после того, как приходит первая спонтанная реакция человека. Она понятна. Она реакция живота. Удивление и страх – это совершенно спонтанные чувства человека. Через секунду после этого начинает работать разум. Разум, к сожалению, у нас работает медленно. Вот эти самые реакции животные, простые, спонтанные, они моментальные. А разум только после этого. Но всё-таки он срабатывает. Но сразу же после этого они понимают. Что это не случайность. Что всё произошло по воле Всевышнего, наказывающего их по принципу мера за меру. И они признают справедливость его суда. Точно так же, как раньше они сами сказали, действительно, вы виноваты за нашего брата. Поэтому всё, что происходит с нами на самом деле – это пробуждение. Это воздаяние меры за меры. Т.е. В чём здесь мера за меры? И вот этот чувак должен быть в табах отдала. До сих пор, что мы заметили, что когда они вышли из под ареста через три дня, они решили, что за то, что с ними случилось, все те страхи, которые они пережили, сидя на нарах, всё это произошло за то, что они в своё время не хотели внимать мольбам Йосефа и отнеслись к нему жестокостью. Сейчас много. А может быть, стоит себя спросить, почему? А можно было бы обвинить их в чём угодно, в том, что они делают фальшивые доллары, в том, что они перевезли через таможню запрещенные какие-то вещи. Мало ли к чему можно придраться. Полиция в любой стране может пришли какое угодно дело к этому человеку. Но им шьют именно шпионаж. Почему? Может быть, это связано с тем, как они относились к Йосефу. В чём они обвиняли Йосефа? В том, что он за ними шпионит. Так они восприняли, почему он пришёл за ними в шхем, а потом в дотан. Для того, чтобы шпионить за ними. Для того, чтобы собирать на них компромат. А потом клеветать на них, рассказывать папе, очернять. Именно это то, что происходит сейчас с ними. Их самих обвиняют. Совершенно беспочвенно. Абсолютно беспочвенно. Шпионажем. Бросили их в тюрьму. Шимон, который был инициатором продажи Йосефа, и он его бросил в яму. Теперь оказался в заключении под стражей. Как он бросил Йосефа в яму, а теперь он сам сидит в яме в камере. И деньги найдены именно в мешке Леви, другого инициатора расправы с Йосефом. И вот теперь все понимают, что рука Всевышнего это сделала. И признают справедливость, наказание, говоря, Бог делает с нами. То есть, по октаве Акабала нужно понимать этот стих так. Что это Бог делает с нами? А иначе. Что это? Ответ. Бог делает с нами. Конечно же, многие могут сказать, это немножко натянута. Ну, фраза-то одна, она вроде как понятна. Что это Бог делает с нами? Вот она фраза. Мы можем не согласиться с конкретным анализом вот этой фразы, которая тогда Акабала. Акабала. Но главное, что есть в его комментариях, оно, конечно, очевидно. Здесь происходит еще один шаг братьев по отношению к раскаянию. Они все больше и больше принимают, что все, что происходит с ними, это не случайно. Здесь, очевидно, рука Всевышнего не случайно попадают деньги в их мешок. Не случайно. Это не значит просто то, что какой-то египетский чиновник, какой-то египетский офицер безопасности сунул им это туда. Не в этом дело. Не случайно эти вещи происходят. Есть здесь рука, которая все направляет. Это все происходит Всевышнего. И в этом мера и замеры есть им постоянное их подталкивание, чтобы они поняли и признали свою неправоту, чтобы они в конечном итоге раскаялись в продаже Нью-Сефа. И вот теперь они сделали еще один шаг. Первый раз, когда их выпустили из тюрьмы, они произнесли фразу раскаяния, конечно. Но в ней чего-то не хватало. Там было сказано, точно мы виноваты из-за нашего брата, потому что мы видели его страдания, когда он умолял нас, но мы не хотели его слушать. Вот поэтому настигла нас эта беда. Беда настигла. Подлежащая здесь беда. Беда, она нас настигла. Не случайно. За нашу вину. Но она нас настигла. Теперь они изменяют форму. Не беда нас настигла, а Бог нас наказал. Что это Бог делает с нами? Это его рука. Это он здесь вмешивается. Это с ним мы сейчас имеем дело. А не с египетским чиновником конкретно. И пришли к своему отцу в землю Кенеанскую. И рассказали ему все, что с ним и случилось. Тот человек, повелитель страны, дальше идет прямая речь, они рассказывают, что происходит. Тот человек, повелитель страны, сурово говорил с нами и принял нас за шпионов. И мы сказали ему, мы люди честные, никогда не были шпионами. Нас двенадцать братьев, сыновей одного человека. Один пропал. А младший сейчас с отцом в земле Кенеанской. И сказал нам человек, повелитель той страны. Вот как я узнаю, что вы честны. Одного брата оставьте у меня, а хлеб для утоления голода возьмите и ступайте. И приведите ко мне вашего младшего брата. И так я узнаю, что вы не шпионы, честные люди. Вашего брата я дам вам, и вы сможете промышлять в этой стране. И было, когда они опорожняли свои мешки, после того, как они все это рассказали. Дальше они обратились к своим мешкам показать отцу хлеб, который купили. И вот у каждого в мешке узел с деньгами. И увидели они узлы своих денег. Они, отец их, и испугались. И сказал им Яков, отец их, вы лишили меня детей. Юсефа нет. И Шимона нет. И Бениамина заберете. И все это на меня. Как понять эту фразу? Он просто делает здесь учет, подсчет всех своих бед. Вы лишили меня детей. Вы лишили меня детей. Юсефа нет. И Шимона нет. И Бениамина заберете. И все это на меня. Очень известный комментарий Вилинского Гаона на этот стих. То, что сказано здесь в оригинале. Говорит Гаон, в свое время, когда Яков решился на то, чтобы подчиниться матери. И войти под личину Исава к своему отцу, к Ицхаку, и получить с него благословение. То пришел он к этому не сразу. Он пытался спорить с матерью. И сказал, а что будет, если Отец ощупает меня? И что будет, если Отец раскроет это мошенничество? Ведь тогда я не только не получу браху, а наоборот. Все это приведет к проклятию. Отец проклянет меня. Так зачем мне это нужно делать? На что мать ему сказала, а лай кэлэ латха бни. То есть проклятие твое, оно на мне. Так это буквально. А лай кэлэ латха бни. Ноговый джеринский гаон, здесь есть еще дополнительное значение. Рэмит. То есть намек. А лай. Три буквы. Айн. Ламедют. Вот это твое проклятие. Эти твои беды. И это ты можешь на меня положиться, что больше у тебя бед не будет. Что это за беды? Айн. Эйсав. Это то, что ты сейчас. У тебя, конечно, в результате того, что ты пойдешь и заберешь броход у Исава. Он тебя возненавидит. У тебя будут с ним конфликты. Нечего делать. Это айн. Исав. Ламед лаван. Ты пойдешь потом к лавану, который станет своим тестем. И это то еще удовольствие иметь такого тестя. У тебя тоже с ним будут цорость. И, наконец, третье, последнее. Ют. Йосеф. С ним тоже будет случиться беда. Больше, ты можешь быть уверен, больше проклятий не будет в твоей жизни. Поэтому сейчас Яков говорит своим сыновьям, я не понимаю, что здесь происходит. Вы лишили меня детей. Юсефа нет. Это последняя беда, которая должна была быть. Ют. И Шимона нет. И Бениамина заберете. Все это на меня. То есть все мои беды уже закончились на Юсефе. Эйсав был? Был. Лаван был? Был. Юсеф был? Был. Все. Больше не должно быть. А то, что начинается новая беда, что Шимона нет, и сейчас вы еще хотите взять Бениамина. Мне мать сказала, что ничего больше не будет. Не может такого быть. Что-то здесь не так. Не согласен. И сказал Юда своему отцу. Ты умертвишь двух моих сыновей, если я не приведу его тебе. Вручи его мне и верну его тебе. Вручи. Вручи. Каким образом отец может распоряжаться жизнью своих сыновей. И сказать, что если я чего-то не сделаю, то вы можете убить моих детей. Отец не хозяин жизни своих детей. Не имеет никакого абсолютно права ни с какой стороны давать такое обещание, выдавать такие фразы. Они абсолютно бессмысленные. Как это так? Это с одной стороны. С другой стороны, даже если бы у него было право распоряжаться жизнью его детей, чего нет. Но даже если бы оно было, то какое бы удовлетворение принесло Яакову то, что если он лишится Бениамина в отместку за это, он будет иметь право убить двух, аж даже двух детей у Иуды, а не его внуки. Какой в этом смысл? Как это вообще понять? Более того, почему он говорит именно про двух, а у него к тому времени было четыре сына? Случайно это или не случайно? А Абзалман Сороцкин в его комментарии, который называется «Узнаем ли Тура», он даёт такое объяснение, что, конечно же, не имело здесь в виду, что Иуда предлагает в случае, если случится беда, и он не вернёт Бениамина живым, здоровым, целым и невредимым, то тогда кто-то будет иметь право убить руками его детей. Конечно, нет. Об этом речи нет. Имеется в виду совсем другое. Имеется в виду, что он принимает на себя обязанность вернуть Бениамина целым и невредимым, принимает на себя как обет, недер. А наши мудрецы сказали, что из-за греха неисполненного обета погибают малолетние дети. То есть, если человек даёт обет, то очень строгая вещь, и он его не выполняет, то его ждут серьёзные беды жизни. И одна из них – возможная смерть малолетних детей. Вот он что говорит, поскольку я беру это на себя обязательство, и не просто обязательство, а я беру это на себя, я тебе даю недер, даю тебе обет сейчас, что я верну его целым и невредимым. Стало быть, если я его нарушу, то это закончится для меня плохо. У меня дети могут умереть. И именно о двух он говорит. Почему? Потому что речь там идёт именно о малолетних детях, а не о совершеннолетних детях. У него было четыре к этому времени, да. Но двое было уже взрослых. А двое ещё было малолетних, которые могли погибнуть, если он не выполнит свой обет. Как Яков реагирует на подобное предложение? Он сказал, мой сын не пойдёт с вами, потому что его брат умер, и он остался один. И если случится несчастье в дороге, в которую вы впускаетесь, то сведёте мою седину в горе и в могилу. На такие вещи я не готов. Он у меня остался один. От Рахели было всего два сына. Один умер. Умер в дороге. Сейчас вы возьмёте второго. Я на это не готов. Ни в коем случае. А голод в стране усиливался. Мы уже читаем сорок третью главу сначала. А голод в стране усиливался. И было, когда они уже съели весь хлеб, который привезли из них. Их отец сказал им, возвращайтесь. Возвращайтесь туда и купите нам немного еды. И сказал им Иуда. А тот человек предостерёг нас, сказав, не видать вам моего лица без вашего брата с вами. Если ты отправишь с нами нашего брата, то мы отправимся и купим тебя еды. А если ты не отправишь, мы не сможем спуститься, ибо тот человек сказал нам, не увидите вы моего лица, если вашего брата не будет с вами. И сказал Исраил, зачем вы сделали мне это зло, сказав тому человеку, что у вас есть брат? Кто нас тянул за язык? Зачем вы это сделали? Зачем нужно было рассказывать ему такие вещи? И они сказали, тот человек расспрашивал нас о нашем происхождении. Жив ли ещё ваш отец? Есть ли у вас брат? И мы отвечали именно на все вопросы. Но откуда нам было знать, что он скажет, приведите сюда нашего брата? Мы уже говорили, их поведение вполне было понятно, что они объясняют отсюда. Человек, на которого падает столь тяжёлое подозрение, он старается дать максимум информации, чтобы показать, вот я от вас ничего скрываю, не скрываю, я абсолютно искренне. Вот смотрите, вот все мои данные, проверьте, можете посмотреть, что я вижу правду, поэтому мне рассказали. Более того, не то, что мы сами рассказывали, он расспрашивает нас, он расспросил о нас и о нашем происхождении. Что это значит о нашем происхождении? Раши, говорит, имеется в виду о наших семействах. Мы не просто так, мы сами про себя рассказывали, но и он расспрашивает. Но всё-таки происхождение и семейство – это не совсем одно и то же, поэтому Раши приводит здесь Медраж, порождение, происхождение. А Медраж, как известно, требует понимать слова буквально, это происхождение. Поэтому, говорит Раши, что он расспросил нас даже о том, из какого дерева были сделаны наши колебели, и это он нам сам рассказал. То есть на этом допросе частый приём следователей, когда следователь пытается убедить человека, тебе не имеет смысла ничего скрывать, я ведь и так всё знаю. И тут следователь обязательно должен высказать какие-нибудь такие детали, мелкие-мелкие детали, которые ему известны о жизни допрашиваемого, чем он старается создать у него ощущение, что всё равно всё известно, нечего скрывать тем, что ты скрываешь, ты только усугубляешь своё собственное положение, ты уже давай всё на чистоту. Это очень принятый у следователей приём, мне самому приходилось его увидеть. И это то, что здесь, чем Юсеф воспользовался, он им рассказал, рассказал им всё, он сам рассказал про их серию, вплоть до того, что, оказывается, он узнал даже из какого дерева были сделаны их детские колыбели. Ну, что можно было такого человека скрывать? Вот мы и не скрывали, наоборот, если он уже всё знает, так мы ему, естественно, рассказывали, чтобы не показаться лугунами, поэтому мы и рассказали. «И сказал Иуда Израиль, отпусти юношу со мной, мы встанем, пойдём, будем жить и не умрём, и мы, и ты, и наши дети». Подумаешь, какие перед нами альтернативы. Если мы не пойдём из страха, что с меня не умрём, что-то случится, пусть этот страх твой оправдывает, предположим, но случится с ним что-то или не случится – это лишь сомнение. Может быть, случится, а может, и не случится. Предположим, даже это 50-50, 50 на 50. Но если мы никуда не поймём, так мы уж точно управляем с головой. Это уж наверняка. Поэтому, когда у нас, то, что называется «софек», когда у нас есть очевидная смерть с одной стороны и возможность опасности с другой стороны, то, безусловно, логика подсказывает, что нужно выбрать другой вариант, в котором есть хоть какой-то шанс на спасение, а не тот вариант, в котором шансов на спасение нет. Никаких. «Я ручаюсь за него. Из моих рук потребуешь его. И если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед тобою, буду по отношению к тебе вечным грешником». То есть, он берёт перед собой обязательство не только привести его, но и поставить. То есть, он будет у тебя целым и невредимым. Это не то, что я не выполню своего обязательства, если я привезу к тебе труп ни в коем случае. Именно. «Целым и невредимым. Поставлю его перед тобой. Тогда буду по отношению к тебе вечным грешником». Что значит вечным грешником? Вечным грешникам, как витраж, имеется в виду, и не только в этом мире, но и в мире грядущем. Ибо если бы мы не медлили, продолжает Иуда, то уже возвратились бы два раза. И сказал им Израиль отец их, ну, если так, то вот что сделаете. Возьмите с собой плодов, которыми славится наша земля, и свезите тому человеку в дар немного бальзама, много мёда, пряностей, илота, фисташек, и миндаля. И возьмите с собой денег вдвое, а также деньги, которые вам вернули в мешки, возвратите своими руками, чтобы это было по ошибке. Странная фраза. Возьмите с собой денег вдвое. Как это можно понять? Наверное, имеется в виду так. Во-первых, верните те деньги, которые оказались в ваших мешках. А, почему нужно вдвое, для того, чтобы купить ещё хлеб. После этого сказано, возьмите с собой денег вдвое, а также деньги, которые вам вернули в мешки, возвратите своими руками. Может быть, это по ошибке. То есть, нужно было взять на самом деле. Три. Утроенную сумму денег. Зачем утроенную? Раша отвечает. Имеется в виду, денег вдвое больше возьмите, чем вы взяли первый раз, потому что очень может быть, как это часто бывает, во время голода цены растут. Мне сказано, что пока вы ездили туда-сюда, и пока мы сидели здесь. Там в Египте потребуют намного больше денег. Поэтому возьмите вдвое больше денег. Это для покупки хлеба вдвое больше денег. И кроме того, те деньги, которые оказались в ваших мешках, тоже возьмите для того, чтобы вернуть. Ведь, может, это ошибка. Может быть, это по недосмотру, не умишим. И брата вашего возьмите и встаньте, пойдите опять к тому человеку. А Бог всемогущий додаст вам сострадание перед тем человеком и отпустит с вами другого вашего брата и Бениамина. А что до меня? То уж если суждено мне лишиться детей, пусть я лишусь. Или по-другому можно это перевести. А я как лишился уже детей, так и лишусь. Интересно здесь построение всей этой речи Якова. Что он им говорит? Продумывает всё до мельчайших деталей. Вплоть до того, какие дары ему принести. Не оставляет им ничего. Всё продумано. Говорит им, какие дары нужно привести. Вот и это, и это, и это. И как бы всё. И после этого, и после этого. А Бог всемогущий додаст вам сострадание перед тем человеком. Как говорит Раши. Ну, что же теперь это означает? Теперь, чего вам ещё не хватает после того, как я всё продумал, как я всё спланировал? Во-первых, вам не хватает самого главного – молитвы. Человек может продумать всё самым лучшим образом. Всё может быть, все варианты просчитаны. Все входы и выходы, все запасные варианты. Всё-всё-всё-всё. Всё. Но если после этого нет молитвы, после всего нужно, чтобы этот замечательный план, который был продуман, чтобы он ещё удался. Здесь необходима молитва. После всего этого. И тогда, вот она молитва его. Бог всемогущий додаст вам сострадание перед тем человеком и отпустит с вами другого вашего брата. То есть, пусть вам удастся пробудить в нём милосердие и сострадание в этом человеке, что это, безусловно, совсем непросто в каком-то египетском чиновнике пробудить милосердие. И отпустит с вами и другого вашего брата, и Бениамина. Как понятие слова? И другого вашего брата, и Бениамина. Нужно было бы сказать просто. И отпустит с вами Шимона и Бениамина, Раши, чтобы отпустил вашего брата, имеется в виду Шимона. Из-за Шимона они и едут. А для чего он говорит другого? Это пророческий дух здесь вспыхнул в нём. И он назвал здесь также и Йосефа. То есть, подобного рода всплески пророческого духа, когда человек сам того не осознавая, говорит какие-то вещи, слова, это бывает, и это то, что произошло здесь. И Аков это, скорее всего, не осознавал. Но то, что фраза у него таким образом коряв, достаточно корявая фраза получилась, это и есть её название. Дай Бог, чтобы Бог отпустил и Шимона, и Бениамина, и Йосефа. Брата другого и Бениамина. Харамбан комментирует этот стих. Он объясняет его по известному его принципу. Масе, вот, Симан, и Бани, деяния отцов, знак их детям. То есть, по событиям, события жизни наших праотцев, они устанавливают уже рамки того, как будут развиваться события их потомков в макро, устанавливая эти исторические рамки на многие-многие годы вперёд. Вот я читаю сейчас объяснение рамбана. Сначала он приводит источники, которые служили и Раши тоже, что в Медраж берешит раба, так же сказано, и отпустит с вами вашего брата, имеется в виду Йосеф, а другого это Шимон. Ну, и это вера. Действительно. То, что здесь лишние слова, и Медраж эти лишние слова толкуют таким образом, что здесь есть намёк ещё и на Йосефа, это всё верно. Ибо во время молитвы Якова решил помолиться и о другом своём сыне, Йосефе. Может быть, он ещё жив. То есть, только в отличие от Раши, который говорит здесь о таком вот неосознанном, неосознанном пророчестве, когда человек, сам того не осознавая, говорит вещи и слова, рамбан говорит, нет, не скучно, что было здесь и сознательно. То есть, он здесь, он же не знает. Ему сказали, что Йосеф погиб, что он растерзан. Да, может быть. Но от него же ничего не нашли. Что подозрительно. А может быть, он всё-таки ещё и жив. Поэтому на всякий случай он молится и о нём. И ещё по-другому комментирует этот стих Вебер и Шитраба, говоря так. То есть, в Медраше Вебер и Шитраба есть ещё одно объяснение этого стиха, совершенно другое. Оно уже намёк на будущее. Раби Юшуа бен Ливи разъяснял, что стих этот говорит об изгнаниях. Наше изгнание. Четыре царства, которые только недавно мы вспоминали в Хануку, в Пизмон, Наус, Суре и Шуати. Четыре известных изгнания. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим. Здесь о чём конкретно идёт речь? Бог всемогущий сделает так, пусть сделает так, что смилостивится над вами тот человек, это Всевышний. То есть, когда говорится про мужа, некий муж, имеется в виду Всевышний, согласно сказанному, Бог – муж войны. Ашем иш милхама. Здесь тоже иш, тот самый муж, пусть смилостивится над вами, пусть Бог даст тому мужу милость, это Всевышний. И тогда он сделает так, что смилостивится над вами и отпустит с вами вашего брата. То есть, Всевышний отпустит из плена, это 10 колен. 10 колен, которые когда-то увели ассирийские цари. Другого ибиньямина – это Иуда ибиньямин, те, которые ушли в изгнание уже при Вавилонском царе на Уханнецеле. А я же как потерял сыновей при разрушении первого храма, так я потерял при разрушении второго храма. Но больше уже не потеряю. Так сказали наши мудрецы. И это означает, что то, что Яков спускается в Египет, это аллегорически представляет наше изгнание в Идоме. Идомское, четвертое, последнее изгнание Галут Идома. Как я еще буду разъяснять. Пророк видел все это с самого начала. И молился. И не направляя своей молитвой на что-то одно. То есть, он имел в своей молитве и нынешний момент, и все последующие поколения. В этом здесь молитва Якова. Он, с одной стороны, живет сейчас, канвэкшар, что называется, в это самое время, здесь и сейчас. А с другой стороны, он понимает, и хорошо это осознает, что его события сейчас, они формируют и будущее. И события эти сейчас, их слепок будет представлять собой в дальнейшем. Модель будущих событий. Поэтому его молитва направлена и на события сиюминутные, и на события более отдаленные, на возвращение из последнего, четвертого Галута, о чем он и молится.